В чате в рамках 38-го международного фестиваля «Цветущий погульник» из-за байкальских зрителей смогли насладиться творчеством московского ансамбля камерной музыки Леонида Лунстрома. О звуках, которые лечат человеческие души. Анжелика Понебрашина. Он бережно держит ее в руках, разыгрывается перед концертом. Виолончель Владимира Нора 1732 года. Раритетный инструмент музыканту достался от друга. И вот уже больше 20 лет виолончелист не расстается с оставшим уже родным инструментом. Скрипку 270-летней давности настраивает Леонид Лунстром. Инструмент считает уникальным, тонкие звуки музыки волшебными. Скрипка – это универсальный генератор жизненных энергий. Вот таким образом она построена удивительным, что, судя по всему, ничего лучшего не придумали. И, собственно говоря, когда человек плачет, в нем проявляются тоже жизненные энергии. Своим талантом Леонид Лунстром, Владимир Нор и Мария Вознесенская покоряют зрителей больше 10 лет. Их трио блистательно принимали не только в России, но и во Франции, Бельгии, Испании, Японии, Корее, Китае. Основа их репертуара – произведения Моцарта, Бетховена, Брамса, Чайковского, Шуберта. Классика, иначе бессмертная музыка, каждый звук которой способен проникать до глубины человеческой души. Произведения, написанные в жанре камерной музыки, для фортепиано, виолончели и скрипки, музыканты исполняют не иначе, как виртуозно. Перед забайкальскими зрителями в программе «Метаморфозы русской жизни» 19-20 века были исполнены произведения Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. Концертом благодарны слушатели, остались довольны. Я, допустим, сегодня была на работе, работал очень тяжелый день, и сейчас пришла и просто вот расслабилась. Музыка такой степени, она же лечит, а тем более в таком исполнении. У меня действительно воображение играет то, что это природа, оживает, это потом, значит, особенно чувствуются нотки настроения людей, толпы. Анжелика Панебрашина, Сергей Музыр, Вести, Чита.